Министерство экономического развития распределяет средства для поддержки малого и среднего бизнеса. На них претендуют предприниматели, работающие в трех моногородах. Средства из бюджета могут получить бизнесмены, которые приобрели оборудование и транспортные средства. Предпринимателям возместят до 50% расходов. Субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса муниципалитеты получили, пройдя строгий конкурсный отбор. Его победителями стали Мариинский посадка, Наши, Шумерля. Мы распределили денежные средства на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в этих моногородах, связанных с заключением договоров лизинга на приобретение оборудования, автотранспортных средств и возмещение 50% расходов, связанных с уплатой первого взноса. Субъекты, которые заинтересованы в получении этой господдержки, это те, которые осуществляют деятельность на территории моногородов, вот этих трех, либо зарегистрированы в этих моногородах, они могут подать документы и получить компенсацию за модернизацию в рамках своего производства. На мой взгляд, эта форма поддержки в прошлом году на уровне республики она имела огромный резонанс, то есть очень многие люди хотели воспользоваться субъектом, но, к сожалению, не всем деньги достались. Мы, учитывая то, что все-таки это такая хорошая форма господдержки, решили ее на моногородах распределить. Для предпринимателей, претендующих на господдержку, установили обязательное требование. Основное требование – это должно у организации, либо должна быть зарплата не ниже двух мрот, это порядка 15 тысяч на сегодняшний день. Вот, и таких организаций у нас, они есть, но они почему-то в меньшинстве, которые, во всяком случае, заявки, которые у нас поступают. Государство у нас, когда дает деньги, оно всегда рассчитывает на какую-то отдачу, минимальную отдачу в данном случае. Это что? Это создание дополнительных рабочих мест, необязательно их создавать там десятками, достаточно одного-дву создать, два рабочих места создать, и то будет хорошо.